МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект «Большие города» путешествует по Казахстан и изучает тонкости отечественного туризма. Сегодня в программе. Каркаролинск. Большая история в маленьком городе. Память на века. Мечеть Кунамбая. Строительный шедевр прошлого. Удивительное здание без единого гвоздя. Пока единичные отдыхающие туристы покоряют не всегда легкодоступные красоты Каркаролинского заповедника, сам город Каркаролинск незаслуженно обойдем вниманием. По наблюдениям туроператоров в разных странах зачастую ничем не примечательные объекты становятся центром притяжения любителей старины. А все потому, что с ними связаны исторические события или древние легенды. В этом направлении Каркаролинск может дать фору любому разрекламированному туробъекту, если хорошо поработать в этом направлении. Потенциал есть. Сегодня мы это покажем. Красиво тут, но грязно. Давайте так не делать и беречь нашу природу. Название Каркаролинск происходит от слова «каркара». Это свадебный головной убор казахской невесты, расшитый драгоценными камнями и черными перьями. По легенде, красавица Баян на пути к Козы-Курпешу оставила свой головной убор в степи, и на этом месте появилось поселение. Реальная история образования Каркаролинска уходит в далекий 18 век. Когда-то маленький поселок у подножия гор привлек внимание царской России. И в 1824 году здесь появилось военное укрепление, а спустя три года на базе крепости образована казачья станица. С этим городом связана жизнь многих знатных сыновей казахской степи, среди которых и Абай Кунамбаев. Все туристы, которые приезжают в Каркаролинск, начинают экскурсию с мечети Кунамбай-Хажа. Для нас это место сакральное. Это одна из старейших казахских мечетей. Пожалуй, является и самой главной достопримечательностью небольшого городка. Еще в 1849-1851 годах, когда Кунамбай был старшим султаном Каркаролинского уезда, он построил эту мечеть. Причина, по которой он начал стройку. В 1824 году царское правительство сделало Каркаролинск центром округа. Началось образование тут станицы. И чтобы местные жители смогли сохранить свой язык, культуру и религию, было принято решение возвести мечеть. Построив в то время первую и единственную в этих местах мечеть, Кунамбай увековечил свое имя, завоевал всеобщее уважение и славу. Двухэтажный комплекс был выстроен из дерева, имел отдельные залы молитвы для мужчин и женщин. К сожалению, мечеть Кунамбай-Хажа не дошла до нас в своем первозданном виде. Минарет был разрушен в 1920 году, а само здание заброшено. Начиная с 1929 года здание служило складом, жилым домом и даже сараем. И только в 1992 году его отстроили заново без единого железного гвоздя. И с этого времени мечеть служит по назначению. В мае прошлого года рядом с исторической мечети установили памятник великому отцу и выдающемуся сыну. Можно ли человека умершим считать, если оставил он наследие бессмертное? Памятник высотой более 4 метров выполнен из меди. По задумке автора скульптурной композиции Сакена Даулетпаева памятник отражает момент, когда Кунамбай встречает юного Абая, возвращающегося из медресе. Также в Каркаролинске есть дом, где гостил юный Абай. Это здание называется «Дом, в котором останавливался Абай». Вообще же, этот дом известного купца из Каркаролинска Бекметова. Дом состоял из двух этажей. На верхнем этаже жил сам купец со своей семьей. На первом этаже принимал гостей. А в цокольном этаже была столовая. И там же жил обслуживающий персонал. По историческим данным, Кунамбай строил мечеть по проекту Халиуллы и Хамедуллы Бекметовых. Также семью Абая с известными купцами связывали родственные отношения. Дом купца сохранился и является историко-культурной ценностью. Входит в список сакральных мест Карагандинской области. Нам было интересно увидеть комнату, где жил Абай. Вот с помощью этой печи согревалось помещение. Когда Абай в 1851 году приехал с отцом, он жил вот в этой комнате. В прошлом году перед домом, где жил Абай, установили выгравированный на камне портрет великого мыслителя. Еще одно популярное место городка, где останавливались знатные люди прошлого – дом купцов Рязанцевых. Это здание построено в 1845 году, дом известного купца Рязанцева. Здесь в 1855 году останавливался Шохан Валиханов. В 1913 году тут побывал друг Шохана – Патанин и записал эпос «Хозакурпеш» Паянсугу. Местные рассказывают разные легенды, связанные с этим зданием, одна из которых о спрятанном кладе. В разные времена кладоискатели делали множество попыток его поиска, которые не увенчались успехом. По рассказам жителей, клад искать не стоит, его охраняет невидимая сила. Местные возле дома купца видят иногда привидения, слышат шаги и шумы неизвестного происхождения. Здесь были высокие заборы, огромные двери, а вот эти старинные строения – магазин и склады. Мы когда делали ремонт, вот эти кирпичи только меняли. Их привезли издалека, а вон те, настоящие, с тех времен, только немного покрасили. Видно же, что старинная, красивая архитектура. Сейчас в здании находится центральная районная библиотека имени Косыма Аманжолова. Недалеко от исторического строения есть памятник одному из великих акынов, уроженцу Каркарале – Мадди Бапиулу. Памятник потомку Казбек Бия, правнука Алшинбая Мадди Бапиулы установили в 2007 году. Мади был не только талантливым акыном и композитором, но и общественным деятелем и борцом за свободу. У него есть такие знаменитые песни, как «Ушкара», «Харкарауэ», «Ширканай», «Харагесек». Отдав дань памяти великому предку, мы отправились за пределы города. В 12 километрах от города Каркарале расположено село Кенесара Асо. Сюда мы приехали, чтобы увидеть деревянный дом, который построили без единого гвоздя. Памятник архитектуры представляет собой уникальное деревянное сооружение, которое известно в народе как «Дом лесничего». Здание построено в 1900 году из дерева без единого гвоздя. Здесь жил первый здешний лесник Садовничий. Он смотрел за Каркаралинским лесом и контролировал всех работников лесников. В советское время это место называлось Комиссаровка, потому что высшие чины и комиссары, которые приезжали, останавливались в этом месте. Здание построено на высоком фундаменте Г-образной формы, украшенное деревянной резьбой и ажурными металлическими накладками. По словам нашего проводника, в давние времена дом венчала железная крыша, и была она выкрашена в зеленый цвет. Поэтому в народе здание называли «Ку-Кы», что в переводе с казахского языка обозначает «зеленый дом». Внутрь здания нам попасть не удалось, закрыто в связи с карантином. Надеемся, в следующий раз повезет. Это проект «Большие города», и мы в очередной раз доказываем, что в каждом уголке нашей необъятной страны есть что посмотреть туристу. Изучайте Казахстан вместе с нами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова